Хайповая тема с блокировкой социальных сетей в Украине достигла своего апогея вчера, 18 мая, когда множество пользователей зашли через Opera VPN, бесплатные приложения, но об этом чуть позже. Также известно, что iPhone 8 получит уже очень красивый корпус с двойной вертикальной камерой. Тем временем Samsung Galaxy Note 8, который уже выйдет осень этого года, также получит две камеры. Ну и напоследок посмотрим, чем удивили китайские производители. С вами молодой канал TwigDay и мы начинаем. Помнится, я уже говорил вам о смартфоне OnePlus 5, да вы уже и сами, наверное, все знаете. Дело в том, что летом этого года компания OnePlus представит свой очередной флагман. Отличный смартфон с индексом 5. Четвертое поколение, четвертой версии у нас попросту не будет, не знаю по каким причинам. После модельки 3T сразу будет идти моделька OnePlus 5. Телефон будет на 835 Snapdragon, будет 6 или 8 гигабайт оперативной памяти в зависимости от версии. Никуда не денется отличный металлический корпус и появится сдвоенная задняя камера. Дисплей будет 5,5-дюймовым, он не будет безрамочным, но сам смартфон будет достаточно эргономичным и удобным. Ожидаем новинку и посмотрим, что нам покажет в очередной раз китайский производитель. Компания Nvidia представила свою новую карточку бюджетного сегмента GT 1030. Карта конечно же будет слабее 1050, она более предназначена для офисных задач, стоит она конечно будет недорого. Работает она на графическом чипе GP108, оснащаться будет 2 гигабайтами DDR5 памяти с частотой 6000 МГц. Карта довольно таки посредственная, конечно поиграть в игрушки на ней не получится, даже Full HD разрешений на средних настройках скорее всего. Не знаю, я лично не понимаю зачем производитель делает такие модели, но скорее всего, как обычно в наше время, все упирается в энергопотребление, в уровень шума и так далее. То есть довольно таки вторичные параметры для среднестатистического геймера. По-моему, в таком сегменте можно попросту взять GTX 1050 и не париться, она стоит очень дешево, но ведь она и в Full HD гейминге будет полезной, на средних настройках практически любая игрушка будет идти. Известно, что свои разработки на базе данной новинки представили уже компании Asus, Evga и KF-A2. Есть новости по поводу грядущего обновления линейки Galaxy Note. Galaxy Note 8 от Samsung выйдет уже осенью этого года. Это будет полностью обновленный дизайн, никуда не денется стилус, но основные отличия будут заключаться в камере. Это будет первый Samsung со сдвоенной задней камерой. Принцип работы камер такой. Вы можете сделать трехкратный оптический зум, а это значит, что потери качества у вас не будет абсолютно никакой. Это очень круто, это подобно десолар-аппаратам, у которых есть объектив, с помощью которого вы приближаете картинку, скажем так. Ну, я понимаю, что Samsung Galaxy Note 8, он как бы хайпом и не пахнет. Но я просто сказал вам эту новость для того, чтобы вы хотя бы знали и понимали, что Samsung Galaxy Note 8, это будет один из самых технологичных смартфонов в мире. Ну, по крайней мере, я так думаю. И Samsung так тоже думают. Ну, посмотрим. Сколько вы знаете топовых смартфонов Asus? 0. У них нет топовых смартфонов, но теперь будет. Дело в том, что летом этого года ожидается модель Asus Zenfone AR, главной фишкой которого будет 6 или 8 гигабайт памяти, а также 3 камеры. 3 камеры на задней стороне девайса. Главная камера будет обладать 23-мегапиксельным разрешением, будет снимать 4К и будет снимать снимки в формате RAW. То есть вы сможете в фотошопе обработать картинку, снятую в плохом освещении, вытянуть цвета, подкорректировать контрастность и, в принципе, сделать конфетку с вашей фотографией. Телефон, я думаю, будет интересным. Особенно, я думаю, отличится дизайн Asus фирменный. Мне он очень нравится. Так что давайте вместе с вами ожидать эту новинку и, как только будет возможность, я о ней вам расскажу более подробно. На днях показали в интернете новые рендеры iPhone 8. На данный момент пока неизвестно, выйдет ли он осенью вместе с 7S и 7S Plus или он уже выйдет где-то в марте-апреле 2018 года. Ясно только одно. На задней части нас ожидает опять-таки две камеры, только уже в вертикальном расположении. Телефон будет, конечно же, по максимуму технологичный, если посмотреть на фронтальную часть, вообще можно понять, что он будет практически безрамочным. Но мне кажется, что iPhone 8 будет самым топовым и самым технологичным. И претензий к его аппаратной начинке, а также к его возможностям функциональным вообще ни у кого не будет. И, кстати, мне лично кажется, что iPhone 8 выпустят именно в марте или в апреле 2018 года. Потому что осенью хватит и новинок 7S и 7S Plus. Если вы думаете иначе, напишите об этом в комментарии. Будем следить за новостями вместе. Ну а под конец видео хотелось бы немножко разбавить сегодняшний выпуск про Samsung и iPhone китайскими телефонами третьего эшелона. Компания Doogee в очередной раз удивила. И знаете чем? Они выпускают телефон с названием Doogee X30. Вот это новость! Чё, реально? Та ну нахуй! Вот это, блин, новость! Короче, в чём фишка Doogee X30? Я уже вам говорил и, наверное, сниму ещё один выпуск, где я вам расскажу немножко о модельном ряде и ещё о некоторых интересных новинках Doogee. Короче, есть последняя модель у них, Doogee X10. Сейчас они выпускают Doogee X30. X30 дается название как телефона, так и процессора, который в нём стоит. Это крутой процессор, но погрешности он, конечно, не лишён. Это МТК, поэтому троттлинг и нагрев, пожалуйста, они будут. Дело в том, что смартфон обещают оснастить 8 гигабайтами оперативной памяти, 256 гигабайт памяти внутренней поставят, а дисплей будет вообще просто шикарный с 4К разрешением. Для Doogee это довольно странно, так как они производят бюджетные телефоны. Ну а о всех интересностях китайских производителей я вам расскажу в следующем выпуске. Ребят, на этом у меня всё. Обязательно пользуйтесь VPN сервисом, если вы с Украины, сидите вконтакте, радуйтесь жизни, комментируйте данное видео, ставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал Твэк Дэй, если ещё не подписаны. Вскоре поговорим более подробно о компании Doogee. Ну а на сегодня у меня всё, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok